Инициатива православной церкви о введении запрета на аборты в России, поддержанная новым детским амбудсменом Анной Кузнецовой, вызвали в обществе бурное обсуждение. Сторонники считают, что государство не должно узаконивать детоубийство, а противники оценивают эти стремления, если не откатом в Средневековье, то возвратом в советские времена. Как отнеслись к инициативе запрета абортов в Якутии, узнала Туяра Филиппова. Два года назад студентка Анна случайно забеременела и, не найдя поддержки ни возлюбленного, ни родителей, решила пойти на аборт. Но врачам удалось тогда ее убедить оставить ребенка. У меня ребенку полтора года, сын. А так у меня могло бы совсем по-другому. Я пришла сначала сюда на аборт, была студентом, а сейчас у нас все хорошо. А не повезло, что ее вовремя направили к психологу. Но такие специалисты, к сожалению, есть далеко не во всех женских консультациях. Это очень хорошие показатели. В среднем это 11,7%. Женщин после нашего консультирования сохраняют беременность и рожают. И очень отрадно то, что они заходят через два года, через три года и говорят спасибо, что вы нам помогли сделать правильный выбор. Отсутствие психологической поддержки близкого человека, родных, а вовсе не социальные причины, как принято считать, толкают женщин на аборт, уверены врачи. Инициатива патриарха Кирилла о запрете абортов, хотя, как выяснилось позже, речь идет об исключении этой процедуры из ОМС, все же медиками воспринимается неоднозначно. У каждой женщины должен быть репродуктивный выбор. Мы, как гинекологи, в первую очередь боимся, что осложнений со стороны репродуктивной системы женщины, во-вторых, возрастет количество криминальных абортов и возрастет материнская смертность. Ежегодно в России, согласно официальной статистике, проводится порядка одного миллиона абортов. Тратится 5 миллиардов рублей из бюджета ОМС. Одни сторонники запрета абортов предлагают эти средства направить на помощь малоимущим. Другие настаивают на запрете в стране устанавливать бэби-боксы и продавать таблетки для прерывания беременности. Впрочем, эксперты считают, что эти попытки вряд ли улучшат демографическую ситуацию. А что считают рядовые граждане? Там бабушки будут где-то абортировать. И очень много гибели людей, женщин и детей будет. Я считаю, что если это криминальное, например, изнасилование, тогда можно, конечно. А так, просто так, лишать ребенка жизни, я считаю, это неправильно. Не то, чтобы я за аборт, конечно, против, но совсем запретить, думаю, нет. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что взвешенное решение по абортам специальная рабочая группа разработает до конца года. А окончательное решение в виде законопроекта уже примет новый состав Госдумы, который накануне приступил к своей работе. Туяра Филиппова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.